Как у вас настроение сегодня? Я надеюсь, что ваше настроение не испорчено новостями. Я надеюсь, что ваше утро не началось с просмотра каких-то новостей в ленте. Я знаю, что у Бога есть другая альтернатива и перспектива на все. Сегодня я хочу поговорить о категории людей. О них не так часто говорится и упоминается. Где-то мельком, где-то вскользь. Даже в Библии о них немного мест. Но эти места очень ключевые. И долгое внимание я также пропускала мимо, пробегала эти места. Но почему-то в последнее время Дух Святой обратил внимание именно на эту категорию людей. Моя тема называется «Творцы мира». Да, мы говорим не «Творцы физического мира» или «Духовного мира». Творцы мира, который Иисус оставил нам. В Библии эти люди называются «Миротворцы». Казалось бы, что нового можно узнать о миротворцах? И сразу у людей сразу создается стереотип. Ну, как бы люди, которые избегают конфликтов. Люди, которые пытаются всем угодить. Но это абсолютно не так. И я сегодня хочу поговорить о них. В Матфея, пятая глава, девятый стих. И Иисус говорит, «Блаженны миротворцы». Потому что они будут названы сынами Божьими. Если вы прочитаете Нагорную проповедь Иисуса, если вы послушаете эту проповедь Иисуса, где Он говорит, «Блаженны голодные, блаженны жаждущие». Он говорит, что их ждет такая-то или такая-то награда. Он говорит, что «Блаженны чистые сердца». Потому что они увидят Бога. И так далее. Он перечисляет разные вещи. Но именно эта категория людей будет названа сынами Бога. И заметьте, что Иисус не сказал, что эти люди будут названы сыновьями и дочерями Бога. Почему-то здесь Иисус не упоминает женский род. Да. Мы знаем, что Иисус не женоненавистник. И Он здесь говорит не только к мужчинам, но Он говорит ко всем людям, как к мужчинам, так и к женщинам. Но тем не менее, Он сказал, что миротворцы будут названы сыновьями Бога. Мы знаем, что мы принимаемся в семью Отца через веру в Иисуса. И Библия говорит, что мы становимся детьми Бога. Заметьте разницу. Детьми Бога. Дети — это сыновья и дочери. То есть Иисус не говорит здесь о семейном положении, о семейном отношении к Богу. Итак, что же имел Иисус в виду? Я знаю, что сыны Бога, мы поговорим о трех категориях, где упоминается, кто такие сыновья Бога. Итак, самый первый сын Бога — это, естественно, Иисус. Библия говорит, что «Ибо так возлюбил Бог этот мир», что... Продолжайте. Это нам с молокоматери, этот стих у нас просто в ДНК уже, да. Да, потому что, да, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Также Иисус говорит, что никто не может прийти к Отцу, как только через Сына. Итак, Иисус — самый первый, самый главный Сын Бога. Есть вторая категория, о которой говорится в Библии, они также названы Сыны Бога. Первый раз они упоминаются в книге Бытия. Шестая глава, со второго по восьмой стих. Я не буду читать эту историю, но вы помните, что там говорится ангелы, которые назывались watchers, стражи. Что они были поставлены Богом на землю, чтобы помогать людям и смотреть. Они были поставлены на земле, чтобы смотреть на людей, учить их небесным тайнам, учить их небесной культуре. Но также об этих ангелах упоминается Иов 38 глава 7 стих. И я прочитаю здесь эту стату. Мы будем читать эту стату. Итак, когда Бог задавал Иов вопросы, на чем покоится земное основание и кто заложил ее краеугольный камень, когда вместе пели все звезды утра и сыны Божьи ликовали от радости. Итак, мы видим, что первыми сыновьями Бога были названы именно эти ангелы, участвовавшие в сотворении земли. И также поставленные стражами на земле. И дальше мы знаем, что пошло разделение. Некоторые ангелы начали спать с женщинами и рождать гибридов. Я не хочу туда подробно, это совсем другое учение, я просто кратко, чтобы провести параллель. Это те ангелы, которые научили людей оккультизму, колдовству и всем нечистым вещам. И также ангелы-стражи, которые ассистировали людей, которые остались верными Богу. Итак, это были первые сыновья. В чем состояла их задача? Они должны быть смотрителями земли. охранять землю, чтобы земля процветала, помогать людям. Но в итоге падения этих сыновей, ангелов, земля начала развращаться и начала съедать саму себя. Итак, вторая категория сыновей, вернее, первая, это был Иисус. Вторая категория это эти ангелы. и также Новый Завет говорит о других сыновьях Бога. Интересно, что они все названы сыновьями. Я просто процитирую Римлянам 8,19, вы все знаете это место. что вся земля и все творение стянает в ожидании. Когда же проявятся эти сыны Бога? Для чего они должны проявиться на земле? они должны сделать то, что не смогли сделать эти ангелы и эти сыновья, упоминающиеся в Римлянам, они должны продолжить то, что начал делать Иисус, самый главный сын. то есть мы как сыновья должны принести исцеление, восстановление и процветание на эту землю. Наша функция как сыновей принести культуру неба и культуру царства на эту землю. Итак, подводим итог. Когда Иисус говорил блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Бога, он говорил о категории людей, которые возьмут эту позицию, которым будет доверена эта позиция. То есть здесь говорится о твоей функции сына. Мы уже говорили об этом, что будучи невестой, ты одновременно являешься сыном. Невеста — это твоя близость с ним, это твое отношение с ним. И сын — это твоя ответственность, это твоя функция, чтобы восстановить землю. Итак, будем идти дальше. We're going to keep moving forward. Итак, я хочу больше раскрыть эту тему миротворцев. Кто же такие миротворцы? I want to go a little bit deeper into these peacemakers, who they are. Почему именно им будет дано назваться сыновьями Бога? Я хочу вам дать несколько синонимов слова миротворец. Они взяты из словаря Кембриджа. Итак, одни из синонимов миротворцы. Это примирители, дипломаты, послы, то есть они представители своей страны в чужой стране. Я также была удивлена, когда прочитала, что один из синонимов миротворца также ходатай и посредник и также строитель. То есть функция миротворца это не просто избегать споров и избегать конфликтов и пытаться всем угодить. Это включает в себя огромную работу примерять, представлять царство неба на этой земле быть посредником строить мосты между непримиренными сторонами и также строитель те, которые отстраивают царство неба на земле. Иисус не сказал блаженные мечтающие о мире, и Иисус не сказал блаженные желающие мира, он сказал блаженные те, которые создают этот мир. Мы понимаем, что мир сам по себе не создается, атмосфера мира, атмосфера любви и покоя, она по себе, сама по себе, она не создается. Это требует тяжелой, кропотливой и усердной работы. Вы знаете, что такое отстроить атмосферу мира? Давайте начнем со своей семьи хотя бы. Мы не говорим сейчас о нациях, о странах для Бога, мы возьмем свою семью. Я вам скажу, если бы в каждой семье был хотя бы один миротворец, вы знаете, что 90% разводов мы бы избежали, если кто-то бы один проглотил свою гордость, проглотил свои амбиции и протянул руку на примирение вы знаете, сколько семей было бы сохранено сегодня? Мы ответственны за атмосферу в наших семьях. Я понимаю, есть исключения, я понимаю, есть случаи, там действительно нет надежды лучше разделиться, но большинство случаев можно сохранить семьи. А представьте, если в семье два миротворца, вы представляете, ты, наверное, заходишь в эту семью, это просто как портал неба какой-то, портал любви и гармонии. Но Богу нужен хотя бы один зрелый, мудрый, который отстраивает свою семью. Также Бог дал нам вторую ответственность быть миротворцами в нашем доме молитвы. Я не говорю в церкви, потому что мы есть церковь и Бог назвал этот дом молитвы. Мы ответственны за этот дом молитвы. Ни пастырь, ни лидера, ни служители. Каждый из нас ответственен за то, что он вносит сюда. Какую атмосферу он приносит с собой. Приходишь ты сюда на созидание или ты приходишь сюда на разделение? Приходишь ли ты сюда потому, что драмы не хватает в твоей жизни? И тебе нужно найти ее где-то? Или ты просто закрываешь уши, закрываешь глаза на всякий мусор и посвятил себя вкладывать в его дом? И следующее Бог ставит нас миротворцами в своем регионе. Те, которые согласились отстраивать стены своих городов и стены своей нации. И не важно какую функцию ты при этом несешь. Ты можешь двигаться абсолютно в свои уникальные функции, но в духе ты отстраиваешь стены. Потому что ты соединяешь мосты. Ты миротворец. Я хочу прочитать Иоанна 14 глава 27 стих. Я хочу прочитать о каком мире говорил Иисус, который он оставлял когда уходил. Итак, Иоанна 14 27. Он сказал, я оставляю вам свой мир. Мой мир я даю вам. Я даю вам не так, как дает этот мир. Мне так нравится наш русский язык. Одно слово мир. Но два противоположных значения. Мир и мир. поэтому мне нравится английский. То есть Иисус нам оставил мир. Но в физическом мире, правит дух этого мира, который пытается дать тебе свой ложный мир. И прямо сейчас, находясь вот в этом сезоне, в этом времени, наш физический мир, он пропитан ненавистью. Он пропитан страхом и безнадежностью. вы все читаете соцсети, вы все смотрите новости. Я знаю, иногда реально просто нужно внутреннее исцеление от просмотра какого-то, я не знаю, каких-то новостей или прочтения какого-то. Дух этого мира, он позаботится, чтобы через СМИ, через соцсети пропитать тебя своим нечистым духом. И что он делает? Он настраивает нацию на нацию. Расу на расу. Одну политическую партию на другую политическую партию. И что самое страшное, христиане стали частью этой демонической игры, я иногда захожу в те даже соцсети, и мне вот реально до боли вот больно просто смотреть как христиане, которые, я знаю, прогрессивные христиане. Они поддерживают, ставят пальчики вверх на те статьи, где идет унижение, оскорбление и высмеивание другой группы людей. Знаете, одна фотография очень сильно запала мне в сердце, когда я увидела ее. когда я увидела эту фотографию, у меня реально сердце щемить начало внутри. И Дух Святой начал говорить ко мне в этот момент. Те, у кого есть соцсети, я думаю, вы видели тоже ее. Ее очень много выставляли. вы помните, когда было недавно совсем, когда была волна этих протестов. Когда громились магазины, бизнеса. И я увидела одну фотографию. Сверху были нарисованы вот эти чернокожие ребята, громящие машину. и внизу под этой фотографией была фотография обезьян, которые облепили эту же машину и пытались громить. Я думаю, может, кто-то проскакивал, видели. Я вижу, как люди начали ставить пальцы вверх, смеяться, поддерживать, сравнивать их с этими животными. И внутри я просто почувствовала боль. И я почувствовала, как Дух Святой он начал стенать за этих людей. Да, то, что они делали, это неправильно, ужасно, и этому нет оправдания. Но мы не должны забывать, что они такое же творение Бога, как и мы. они такие же наследники царства, которые не родились выше, не вошли туда. И Дух Святой начал со мной говорить, ты не имеешь права участвовать в этих комментариях, что-то комментировать или ставить какие-то лайки туда. Он начал также меня обличать в те моменты, когда еще некоторое время назад Вы знаете, да, ситуацию в нашей стране, демократы против республиканцев и республиканцы выставляют все смешные приколы насчет демократов и их тупости и все остальное. Я помню, некоторые вещи действительно были смешные, но потому что действительно их поступки были такими. Но потом Дух Святой начал обличать меня, ты больше не имеешь права это делать. Неважно кто они, либералы, демократы, неважно кто они, гомосексуалисты, колдуны. Ты не имеешь права унижать достоинства человека. Ты не имеешь права унижать какую-то определенную группу людей, даже если они сто процентов не правы. Я поставил тебя на этой земле миротворцем. Если ты хочешь идти дальше в новый уровень, в новую глубину меня, ты должна оставить это и не иметь большей части никакой с этим. И знаете, и он начал говорить с каких пор Ефесянам 6 глава 12 стих перестали быть актуальным. И я хочу прочитать это место, вы его также знаете. В Ефесянам пишется, наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов зловой поднебесной. Дух Святой начал говорить, когда я отменил это? Почему вы начинаете настраивать других людей против этих людей? он начал и мы должны понять, ребята, мы не воюем с демократами. Мы не воюем с Путиным, с Порошенко и со всеми остальными. Я не люблю политику, но я просто хочу высказаться. Мы не имеем права выносить суд над этими людьми. есть судебная система, которая поставлена на этой земле выносить суд над ними. Наша задача как миротворцев, как сыновей Бога на этой земле идти в судебный зал Бога, приносить эти петиции, доставать свой духовный меч и сражаться против духов, но не против людей. Мы не имеем права, если вы считаете себя сыновьями Бога, если вы считаете, что вы на этой земле, чтобы отстраивать Его царство, мы не имеем права осуждать, извините, не осуждать, мы не имеем права выносить суд над какой-то группой людей. Знаете, что получается, когда мы идем в соцсети, выставляем какой-то очередной прикольчик, где идет насмешка, даже над ругательством над определенным человеком. Да, для тебя это прикол, ты посмеялся и забыл. Но человек, читая это, автоматически он попадает, на него отпечатывается этот дух ненависти, отвращения и пренебрежения к этому человеку. И что получается, своим постом ты высвободил эту проекцию на этого человека. Тот, кто прочитал это. Я знаю по себе, я помню, когда я смотрела по новостям, показывали, как громили эти магазины, громили бизнеса. И я смотрю, возмущение во мне поднимается. Мне реально хотелось просто взять палку и просто разогнать их, вся эта палка, мне просто хотелось подбивать им все. И потом я начала, подожди, почему я так чувствую? Я не должна так чувствовать. Я не полиция, я не имею права их наказывать за это. И не зная человека, не зная его судьбу, я начинаю чуть ли не ненавидеть его. И что мы делаем, когда мы выставляем подобные посты? Мы провоцируем ненависть в другом человека, который читает. Вы помните, что говорил Иисус? Тот, кто соблазнит одного из малого сих, the one who will seduce or соблазнить значит так мы переведем. Если вы что-то сделав и этот человек повторит ваши действия, по-русски соблазнить, да? То есть лучше бы вам повесили на шею камень и бросили вас в воду. Это не только относится к алкоголю и сигаретам или к плоду. Ты высвободил этот дух ненависти на человека, который будет читать. Нам реально нужно пересмотреть, что мы выставляем, что мы комментируем. Если мы те, которые представляем культуру неба на этой земле, что своими постами ты пытаешься высводить и показать? Я говорю это, потому что одно время Дух Святой начал меня обличать в этом. Я пересмотрела и попросила прощения у Святого Духа. И Дух Святой сказал, если ты хочешь, чтобы тебе были доверены ресурсы неба, моя слава текла через тебя, ты больше не имеешь права участвовать в этом. Мы не знаем, а что если этот очередной человек, который громит все эти витрины, А что если это очередной Савл, который станет Павлом? А что если эти люди, кто-то из них встретится с Богом? Переживет встречу и принесет пробуждение в эту страну. Мы не знаем планов Бога, мы не знаем сердца человека, я хочу вам прочитать диалог Иисуса и Пилата. Мы сейчас прочитаем несколько отрывков, где я хочу показать вам сердце Иисуса. Насколько он думал совсем по-другому. У него действительно было мышление неба. Итак, Иоанн 18 глава, 36 стих, когда Пилат начал спрашивать его, действительно ты царь? Смотрите, что отвечает Иисус. Мое оружие не физическое. Извините, сейчас, нет, сейчас, секундочку. Сейчас, мне нужно открыть это. Вот, да, 18 глава, 36 стих. Вот, Иисус сказал, царство Мое не одно из царств этого мира. Если бы оно было таковым, то Мои подданные сражались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям. Но сейчас Мое царство не отсюда. Он смотрел в глаза этому человеку, который должен был казнить его. Он смотрел в глаза этим ненавистникам, не имея никакого зла на них, не высказывая кто прав, кто виноват, он просто стоял и говорил, что Мое оружие не от этого мира. Мы должны занять эту позицию. Да, конечно, я не стыжусь, я люблю нашего президента, и я не стесняюсь говорить, что я люблю моего президента, и я поддерживаю его действия. Но я ни в коем случае не буду опускать оскорблять и высмеивать другую сторону. Наше дело молиться, не выносить суд. Я еще раз повторю, наше дело идти в судебный зал Бога, потому что есть единственный праведный судья, который принесет единственный праведный суд и решение на эту землю. Вы знаете, мне очень стыдно и больно за служителей и пастырей с большим стажем служения, которые посвящают целые эфиры, чтобы вылить грязь на служителя, который что-то высказался в сторону какой-то политической партии. это люди, которые реально призваны спасать души и приводить людей к Богу. Менять атмосферу своих регионов. Чем они занимаются, выплескивают ненависть через эти эфиры. И мы просим о пробуждении. И мы молимся, чтобы пришло движение Бога. Следующее я хочу прочитать. Матфея. Восьмая глава. С пятого по десятый стих. Вернее, перед тем, как мы прочитаем это, я хочу обратить внимание на диалог Иисуса с Самарянкой. Я вам просто приведу несколько примеров, насколько Иисус был другой. Вы помните, когда Он пришел к этой Самарянке и начал разговаривать с ней? Если вы пойдете историю и почитаете об отношениях иудеев с Самарянами, с чем это примерно можно сравнить сейчас, как Россия и Украина, русские и украинцы, мы говорим не о нормальных украинцах и русских, а о тех, которые постоянно хотят воевать и кому-то рвать глотку. Это примерно было состояние Самарии и Иудеи на то время. Тем не менее, Иисус вообще пропускает все это имя, все это мимо. Он не видит в ней Самарянку. Он видит в ней человека. Он видит в ней душу. Он видит в ней дочь Бога, которой он пришел послужить. Он не пришел, чтобы высказать ее недовольство и что у нее неправильные взгляды на жизнь. Что они несправедливо отобрали у идеи в какую-то землю и какие-то принадлежащие им территории. Он пришел, чтобы послужить и спасти ее. И потом именно через эту женщину пришло пробуждение в ее селение. Следующее я хочу прочитать от Матфея восьмая глава. С пятого по десятый стих. И здесь я хочу прочитать потому что опять я раньше читала это место столько много раз. И я всегда пропускала именно этот момент мимо. Пока Дух свят опять не высветил мне это. Так с пятого стиха. Когда Иисус пришел в Капернаум к нему подошел сотник и попросил о помощи. Господин сказал он мой слуга лежит дома парализованный и ужасно мучается. Иисус ответил ему хорошо я пойду и исцелю его. Сотник возразил Иисусу Господи я недостоин чтобы ты вошел под крышу моего дома. Скажи лишь слово и мой слуга выздоровеет. Ведь и сам я подчиняюсь приказам и у меня в подчинении тоже есть воины. Я говорю одному ступай и он идет другому ко мне и тот приходит. Слуги моему говорю сделай это и он делает. Иисус услышал это удивился и сказал тем кто шел за ним. Говорю вам истину что даже в Израиле я не встречал такой веры. Естественно по вере этого сотника слуга исцелился. Но вот на что я хочу обратить внимание. Я всегда читала я не понимала почему сотник считал себя недостойным. Но что он такого сделал? И почему он в таком смирении прям отверженности пришел я недостоин просто скажи даже не и просто скажи и если вы почитаете историю Рима и Израиля на тот момент римляне были оккупантами в Израиле. Они силой захватили Израиль. Они стали внедрять им свою культуру. Израиль на тот момент они потеряли свою свободу как нация потому что Рим захватил их полностью. И римляне также те которые внедрили распятие на кресте по-моему по истории если не ошибаюсь. Именно они внедрили этот жесточайший вид казни. Теперь вы можете представить как израильтяне относились к римлянам. И этот римлян сотник еще главный шишка среди всех римлян. он набрался наглости прийти к Иисусу и еще просить об исцелении. И опять меня просто поражает реакция Иисуса. Ни слова о том кто вы такие что вы делаете на нашей земле. Ни слова о том что вы жестокие звери убийцы. ни слова. Он служит этому человеку. Он просто опять пропускает мимо все внешние факторы. Господь насколько Иисус был другим. Насколько его мышление было не от этого мира. Следующая последняя историю которую хочу привести в пример. Вы все помните превращение Савла в Павла. Один момент тоже меня заинтересовал. Вы помните как он скакал по дороге дышащей ненавистью и убийствами к верующим. Иисус встречает его на дороге ослепляет его. Тот падает с лошади принимает Иисуса. трансформируется но вот один момент я говорю Господь ну почему ты не исцелил его там на месте? Ну проучил ты его ну все он поверил в тебя он твой почему еще на три дня ты оставил его слепым и не исцелил его сам? почему тебе нужно приходить в видение к Анане и говорить ему пойди в дом Иуды где живет этот Павел возложи на него руки и исцелись и тогда он исцелится. Почему все было таким сложным путем? Почему ты вот там же сам и не исцелил? И тут оно просто знаете такой щелчок в голове да потому что Бог хотел поменять сознание учеников когда вы читаете историю вы помните какая была борьба внутри этого Анании он не хотел идти к этому человеку извините меня то что творил Никакой Обама и никакая Хиллари Клинтон даже рядом не встанет они реально голуби мира по сравнению с тем что творил этот человек он физически убивал и издевался над верующими я только представляю что пережил на тот момент Анания когда пришел к Господь и сказал иди к нему ведь Анания не знал о его трансформации Анания не знал что он встретился с Господом и другой уже я верю что он шел в этот дом он уже наверное попрощался с женой и с детьми и завещание написал на всякий случай он не знал выйдет ли оттуда живым но когда он пришел он помолился и Павел исцелился я верю что уже тогда Иисус начал учить учеников смотреть мимо дел человека смотреть через поступки которые он совершал и видеть в нем именно эту ценную душу ради которой пришел Иисус на землю и знаете вот это время последних событий я реально благодарна за это время оно настолько высветило вот реально внутренние мотивы проверило твой фундамент хорошо Господь замазал трещины где появились трещины и он реально начинает учить смотреть на людей по-другому приходит понимание мы действительно мы не от этого мира мы не воюем против людей мы не воюем против какой-то политической партии наша мечта увидеть Его Царство наша молитва чтобы те люди которые остались на неправильной стороне неважно кто они чтобы они встретились с Иисусом и чтобы пробуждение пришло на эту землю это единство нашей мечты и молитва и я верю что когда мы поменяем наше мышление мы начнем видеть наши города пробужденными вы можете молиться и поститься знаете неделями месяцами годами но пока вот здесь мы не поменяемся это все будет уходить в воздух поэтому Иисус сказал блажены миротворцы которые приносят атмосферу неба на землю они соединяют мосты враждующих сторон потому что именно этого и добивается дух этого мира внедрить ненависть и зло в каждого человека потому что как ты можешь молиться за кого-то былая знаете ненавистью к нему как ты можешь ходатайствовать перед тронем Бога за человека если ты ненавидишь его я еще раз напомню мы не судьи у нас один праведный судья и знаете как не хватает в церквях вот этих миротворцев в домах молитвы если бы каждый из нас взял ответственность созидать этот дом приводя к единству созидая единство кирпичик за кирпичиком потому что легче всего просто опустить руки махнуть на все и пойти искать лучшее местечко где уже кто-то что-то промолил кто-то что-то отстоял и ты просто плаваешь в славе там приходишь но я знаю насколько для Бога ценно когда люди отстраивают кирпичик за кирпичиком когда они работают чтобы исцелить отношения не просто разрубить и уйти но если эта веревочка надорвана зашить ее и соединить ее опять вы увидите как преобразятся наши церкви вы увидите как реально слава Бога она начнет высвобождаться в силе в которой мы еще не видели потому что это могут делать только сыновья Бога я хочу сегодня молиться об этом давайте мы пожалуйста поднимемся вместе я прошу Дух Святой исцели нас исцели наше сознание исцели наше понимание это то о чем говорилось в Новом Завете что мы должны иметь разум Христов оно есть разум Христов ты смотришь сквозь поступки ты смотришь сквозь события любимый Отец мы просим Тебя об этих миротворцах исцели нас исцели нас от ненависти исцели нас от горечи исцели нас от этих оскорблений которые мы высвобождали в чью-то жизнь да мы христиане мы буквально мы не высвобождаем проклятие мы умеем местом Писания так благословить человека что что человек реально он просто потом молиться не сможет наверное месяц после этого благословения Господь реально исцели нас пожалуйста пусть Твоя любовь течет через нас давайте просто заключим завет Господь с этого дня все что я буду выставлять в эти соцсети если они у вас есть это будет на созидание на примирение на прославление Тебя потому что мы несем ответственность за каждое слово мы будем давать Богу ответ за сказанное и написанное мы будем нести ответ и какую проекцию несет Твой месседж мы будем давать за это ответ я прошу вас не относитесь к этому легкомысленно потому что мы входим в новый сезон в новое время особой близости с Богом где это больше не прокатит это будет непозволительно то что тебе позволялось в другом возрасте в младшем классе в младшем уровне здесь это уже не будет позволительно я знаю что мы идем во времена апостолов где люди умирали за сознательную ложь потому что слава и огонь Бога это не шутки он как приносит славу исцеление чудеса этот огонь также уничтожает всю нечисть поэтому Дух Святой уже сейчас начинает готовить нас меняет наше мышление наше сознание чтобы мы были готовы войти в эту славу и это будет совсем небольшое количество к сожалению это будут те которые серьезно отозвались к этому призыву я знаете в последнее время я все чаще и чаще возвращаюсь к Нагорной проповеди проповеди Иисуса в Матфея 5 глава и знаете вот такие элементарные вещи знаете мы любим копаться в каких-то глубинах а что будет с падшими ангелами когда придет Иисус насколько они скованы и тому подобное мне все равно насколько они скованы Бог сейчас все глубже и глубже меня почему-то ведет в Матфея 5 глава где Иисус говорит о самых элементарных вещах если ты чувствуешь что брат имеет что-то против тебя оставь свой дар и иди примирись с братом когда мы реально начнем исполнять вот это вы увидите какой прорыв придет в нашей церкви интересно что когда Иисус начал проповедовать он не начал говорить с глубин которые мы читаем дальше о царстве он начал говорить о самых элементарных вещах потому что не займев этого мышления ты не сможешь понять глубины Бога он не допустит тебя туда пока вот это вот Матфея пятая глава не станет счастью тебя пока ты не съешь это и не будешь жить этим поэтому честно сказать мне даже сейчас и не хочется лезть в какие-то глубины в сферы духа в измерения какие-то пятые шестые седьмые все о чем я говорю Иисус дай мне твое сердце я хочу чтобы ты смог доверить мне ресурсы неба потому что я хочу быть частью этих людей которые будут отстраивать твое царство на земле поэтому я просто молюсь чтобы Дух Святой проговорил вам сегодня вот такое слово на сегодня я надеюсь что вы благословены этим